Всем доброе утро! У нас сегодня новый день. Привет, ребята! Скажи привет! Не бойся, мама! Не бойся, мама! Да, Виталинка вам говорит, не бойся. Мы сейчас собираемся к зубному. Что, зайчик? Ну давай, я тебя буду снимать. Иди сюда. Мы собираемся к зубному. У меня начал болеть зуб. Да. И, в общем, я дня три, наверное, потерпела. Но потом я записалась к врачу. Давайте. Поэтому сейчас идем в стоматологическую клинику. В общем, если я останусь живой, я дальше продолжу вас в логе. Скажи, что вы, маме? Не бояться, да? Не бойся, мама. Не бояться, а куда мама идет? Там. А что буду делать? Вот так. Вот так вот? Вот так вот? Покажи, как? Вот так вот зубик делать? Да. Я понял. Да, я когда утром Виталине сказала, что я иду к врачу, лечить зубу, она мне сразу сказала, Мама, не бойся, не бойся. В общем, я не боюсь. Все хорошо. Да? Я шлем нормально надел. Покажись, папе. Слушай, покажись папе, она в камеру показывает. Ну, в общем, будем снимать и вам все показывать. Да. Кто это идет? Да, я шлем поправлю. Не дает, мама. Моя поддержка идет со мной в клинику, лечить со мной вместе зуб. Да, Виталин? Так мы тебе еще много поддержки взяли, смотри. И раз собачка, и два собачка. Да нет. Так я точно бояться не буду. Конечно, столько собачек. Даю ручечку, даю. На, папа, мне ручечку надо дать. Давай ручечку. Все? Поддержка есть? Да. Все. Мама, ты не боишься? Нет. Ну, хорошо. Мы очень не сядем. Может, там вообще все хорошо. Скорее всего, и будет все хорошо. Скажут, а зачем вообще пришли? Ну, так не скажут, конечно. Ты думаешь? Да. Я даже этот шапку забыла одеть. Ого. Вышла на улицу и такая, упс. Виталина, что ты мне не напомнила одеть шапку? Дойка, что ты мне не напомнила шапку одеть? Не надо. Не надо? Не надо мне? Но я. Нет, а мне шапку одеть, мою. Да. Ты забыла? А маме надо было, да? Да, надо. Ну, ничего, мам тут рядышком. Высоко поднимаемся, да? Высоко, да, Виталина. А, да. Ну, интересно, пока. Ты меня снимаешь перед... Ну, да. Не боишься? Нет. Ну, молодец, правильно. Спроси. Мама не боится? Нет, я не боюсь. 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 Только когда папка попадает. Да. Ну, все, не буду маме мешать, да? То есть, ты такой, знаете, холодок. Ты собачку маме дала, так? Да. Да. Все, пошли, не будем мешать, Виталина. Пошли, посмотрим, что там. Ну, что? Ну, что там? Что маме делали? Покажи. Собачки. Вот так вот делали, да? Все, убегай. Все, да. Да. Пошли, сядь, вот сюда. Посидим здесь, да, чуть-чуть. На собачке. На собачек. На одну, вторую. Ну, что ты? Еще делают? А мама что? Вот так, да? Большой. Вот так большой. Большой. Вот так большой. Вот так большой. Ого. Мама, не хочу, не сидеть, не большая. Я пламя. Так, уго, сядь. Большая. Маме, ты. Маме, зубик свердлят, да. Свердлят зубик. А как свердлят? Вот так вот. А мама терпит. Как мама терпит? Вот так терпит. А собачку твою обнимает? Собачку держит? Мама, мама, ты как? Ну, рот такой, знаешь. Такой? Мама эту собачку. Да, чтобы охраняла собачку. Ну, что, пока временная пьем. Ага. Да, потом. Хорошо. Помучили маму чуть-чуть? Маме даже было не больно? Немножко, конечно. Одевает перчаточки папа, да? Да. Петеринка, пошли теперь пострижем папу, если там мастер свободен. Да? Потом папа так зарос, это просто ужас. Подожди. Подожди. Я, видишь, капюшончик одела. Идем сейчас в парикмахерскую с нашим папой. Да, да, давно папе пора. Посмотрим, если мастер свободен. Что? Я шапку забыла. Вот это вот одела шарф потом... Ой, шарф говорю. Слушай, капюшон. Капюшон, потому что холодно. Что ты хочешь? Снимать? Да. Нет, дочь. Мастер. Виталина разозлилась. Мастер занят. Мы потом придем стричься, да, дочь? Пошли. Пошли. Смотри, птички какие. Птички бегают, смотри. Птички. Нет, не хочет. Не хотят папу стричь. Виталина, тетя что сказала, я занята? Да. Сейчас придет дядя к ней, да? Или тетя? Нет. Мы потом, папа сейчас пойдет домой поработает и потом сходим. Хорошо? Пошли. Горка вот эта. Дося, на горку идти очень холодно. Вот, Виталина на горку увидела. Очень холодно на горку идти. Слушай, мне кажется, на улице мороз есть. Минус два. А, минус два? Да. А чувствуется... Не холодно детей. Чувствуется, как будто бы, ну, где-то семь, восемь. Детей нету. Детей вообще нету на горке. Все дома сидят, дотя. Греются. Нет. Не греются? Нет. Виталина себя так хорошо вела в клинике, да? Нет. Вообще не слышала. Тетя врач тоже не слышала тебя. Она думала, наверное, какая послушная девочка пришла. Какая. Хорошая. Ребят, мы уже пришли домой. В общем, Виталинку уложила спать. Ну, накормила ее, уложила спать. Сейчас буду готовить обед. Хочу немножко рассказать про клинику стоматологическую. В общем, мне лечение понравилось. Очень классный доктор рассказала, как лучше сделать, как правильнее, можно так сказать. То есть, дала мне советы. В общем, мы пошли по одному из ее советов. Мне поставили временную пломбу. И через два месяца мне надо будет снова прийти и уже поставить постоянную. Если за эти два месяца у меня не будет боли. Потому что, как мне рассказала врач, у меня уникальный, даже не уникальный, а как бы редкий случай, когда у меня уже дырка в зубе очень, ну, приличная, но я совершенно не чувствовала боли. То есть, я дырку поняла, что у меня дырка в зубе только из-за того, что я просто ее ощутила. А боли у меня никаких не было. То есть, боли появились буквально вот накануне, за день, за два, просто такой холодочек. Ну, вот просто вот как будто бы воздух попадает. И все. То есть, а так как бы мне ничего не болело. В общем, я себе ходила и думала, у меня все замечательно и хорошо. Но когда я уже поняла, что я уже и воздух ощущаю в зубе, такой холодочек пробегал, то записалась к врачу и пошла лечить. Но врач сначала думала, что надо там и канал очистить и все. Но в итоге мне, наверное, пока что повезло. Потому что поставили временную пломбу с лекарством. И теперь сказала врач два месяца подождать, понаблюдать. То есть, если у меня не будет зуб болеть, если будет все нормально, то через два месяца мне уже поставят постоянную пломбу. Ну, сказала, два-три дня зуб может ныть. Ну, вот я, мы как пришли, уже часа два-три прошло. Ну, пока нормально. То есть, ощущение есть, что мне там что-то в зубе делали. Но чтобы там ныл, болел, ну, все терпимо. Два часа не кушала после того, как поставили временную пломбу. Не пила, не ела. В общем, выдержала. Очень хотелось кофе, когда прибежала домой. Но понимаю, что нельзя. Вот. Виталинка мне все рассказывала. Не бойся, мама, я с тобой, я тебя поддерживаю. В общем, Виталина мне и собачку дала, когда я пошла лечить зуб. Ну, чтобы я не боялась, как она говорит. Мы хотели, чтобы она врачу показала свои зубки, но она не дала. Хотя мы никогда и не лечили зубы. То есть, врача она не должна была бояться. Но не показала. То есть, мы будем теперь ее подготавливать морально, что надо будет прийти к врачу, показать зубки. Потому что осмотр тоже нужен. То есть, ну, как бы, вроде у него зубчиками все нормально, но нужен осмотр. И врач сказал, что для того, чтобы не было таких проблем, вот как у меня возникло, надо раз в полгода ходить к стоматологу. Мы об этом все знаем, но никогда туда не ходим. Вот. То есть, мне кажется, это самые ответственные только люди, такие серьезные, которые раз в полгода стабильно приходят на консультацию к стоматологу. Если честно, я там давно уже не была, потому что меня ничего не беспокоило. Вот. И в этот раз я бы тоже не пошла, только из-за того, что если бы я не почувствовала вот дырочку, если бы я ее не почувствовала, я бы еще ходила. А это было бы еще хуже, потому что, может быть, даже пришлось бы, ну, то есть, зуб просто мог бы рассыпаться. Вот так вот, ребят. Вот такая вот у меня история. Так что через два месяца у меня снова поход к стоматологу. Это в лучшем случае, если не будет болеть. Потому что, если будет болеть, она сказала, приходите раньше. Поэтому вот так вот лечите зубки, ходите к врачу раз в полгода, наблюдайтесь, потому что зубы – это очень важно для нас. А сейчас я буду готовить себе кофе, пока Виталинка спит. Ну, и готовить обед, потому что без обеда мои не смогут остаться. Они меня съедят здесь на кухне. Прибегут и скажут, мама, а что мне кушать? А я, что скажу, нету? Вытащила фарш у меня вот здесь. Вот есть у меня фаршик. Сейчас вам покажу. Это куриное филе. Грудка куриная. Сейчас разморозится. И буду готовить с них котлетки. Ну, и поставлю варить себе кофе. Поставила уже овощи тушить для булгура. Кофеек себе сделала. Вот такой у меня релакс, ребята. Добавила еще болгарского перца. Все, ребят, приготовила булгур. Вот такой он получается красивый, рассыпчастый. Вот. А котлетки еще не приготовила, так как фарш размораживается. Еще немножко и тоже буду готовить котлетки. Жарятся уже котлетки. Единственное, что может сухариков не хватить на все котлеты. Вот фарш получился. Такой, кстати, очень хороший. Вот у меня сухариков чуть-чуть осталось. Но ничего, я что не хватит. Я либо муку котлетки буду макать, либо вообще просто пожарю так. У нас будет обед теперь булгур с котлетками. А у нас, ребят, смотрите, пошел снег. В этом году это у нас первый снег. Да, да, Виталинка хочет вам показать, как снежок идет. Я выключила свет на кухне, потому что если будет включен свет, то не видно, что происходит на улице. Да, дотенька, да, моя кица. Посмотрите, как он идет. Он уже где-то минут 30. Да, сейчас. Как начался. Да, уже даже только что видели с него уборочные машины. Мы выехали на дорогу. Да, дотенька? Мама, мама. Ты хочешь, чтобы все машины ехали домой? Да. Потому что начался снег? Да. Согласна. Машины все едьте домой. Виталина за вас переживает. А там, кстати, пробочка у нас. Мама, мама. Вода еще сюда. Да. Виталинка сильно хотела на улицу, потому что там начался снег. Да это мало. Мало его, да. Я объяснила Виталине, что его еще мало, чтобы играть в снежки. Да. Вот так, ребята. Вот так, ребята, да. Виталина очень сильно хочет играть в снежки. И она подумала, что если пошел снег, значит все. Надо выскакивать на улицу и играть в снежки. Да, мало. Мало. Ну да. Да, я ей объяснила, что его мало снега и что в снежки. И она теперь не плачет. А сначала плакала, потому что сильно хотела на улицу. Да. Плачет Нина. Ну да. Скажи, я же не понимала, что там нет так много снега, чтобы я могла играть в снежки. Плачет Нина. Да, уже не плачет Нина. Мы будем ждать завтра. Сегодня будет ночью идти снег и завтра его будет много. Да, много. Да, мало. Пока мало, да, снега мало. Да. Да, потом завтра выпадет снег и мы с тобой купим еще лопату для снежек, да? Да. Да, дом. И в АТБ там есть. Помнишь лопаты мы смотрели? Купим лопаты для снега? Да. Да, как песок будешь брать, да, снег? Да, вот так. Вот так. Сюда. Конечно, конечно. Вот так будешь брать. Да, я поняла. Да, что-то везет. Виталинка, давай скажем ребятам пока. Нам уже скоро спадки надо ложиться. Нет, привет, ребят. Привет, ребята. Не хочешь говорить пока, да? Понятно. Музыка. 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 Музыка.